Секционные и моноблочные распределители позволяют управлять сразу несколькими исполнительными механизмами. Фактически один секционный распределитель объединяет в себе несколько гидравлических элементов и позволяет, к примеру, управлять опорами, стрелой, рукоятью подъемника. С помощью этих распределителей управляют гидроцилиндрами грузоподъемных механизмов, экскаваторов, манипуляторов. Как работают секционные и моноблочные распределители? Для управления каждым исполнительным механизмом, например, гидроцилиндром, в секционных и моноблочных распределителях установлен отдельный золотник. Получается, для управления несколькими гидроцилиндрами в корпусе распределителя будет установлено несколько золотников. В секционном распределителе каждый из золотников помещается в отдельную секцию. Набор из нескольких секций собирается в единый блок. В моноблочных распределителях все золотники расположены в одном корпусе, имеющим множество каналов для движения жидкости и несколько расточенных отверстий для установки золотников. Помимо золотников, отвечающих за распределение потока в моноблочных и секционных распределителях, могут размещаться предохранительные и обратные клапаны. Рассмотрим подробнее конструкцию моноблочного распределителя для управления тремя гидроцилиндрами. К распределителю подводится линия подачи жидкости от насоса P, линия слива T, линии для соединения с полостями гидроцилиндров B и A. В корпусе показанного распределителя выполнено три отверстия для размещения золотников. Пояски и канавки на золотниках, а также проточки в корпусе выполнены таким образом, что при изменении положения каждого из золотников будут соединяться разные каналы. Жидкость от насоса поступает в канал P распределителя. Через канал разгрузки N она будет отправляться на слив в тот момент, когда все золотники находятся в нейтральном положении. Канал T предназначен для слива жидкости в бак. Каналы A и B обычно соединяются с поршневой и штоковой полостями гидроцилиндров. Рассмотрим работу одного из золотников. В центральном положении золотник отделяет линии A и B от линий P и T. То есть жидкость в полости цилиндра не поступает. В то же время через специальную канавку и канал разгрузки N жидкость из линии P может свободно поступать в линию T. Таким образом жидкость от насоса отправляется на слив. Это обеспечивает разгрузку насоса при нахождении золотника в нейтральном положении. При переключении золотника жидкость от насоса может подводиться в одну из полостей цилиндра, другая в этот момент будет соединяться с баком. В показанном распределителе три золотника, значит его можно использовать для управления тремя гидроцилиндрами. В этом примере показан трехпозиционный распределитель, значит у каждого золотника будет три основных состояния. Управление золотниками в показанном распределителе осуществляется вручную. Центрирование золотника в нейтральном положении обеспечивается пружиной. Рассмотрим подробнее движение жидкости внутри распределителя. Пока золотник находится в нейтральном положении, жидкость, подводимая к распределителю через канал разгрузки, отправляется на слив. При переключении золотника в одной из крайних положений разгрузка насоса отключается. Жидкость от насоса больше не может поступать на слив. Вместе с тем, переместившийся золотник открывает путь для жидкости из канала П в канал Б, а из канала Т в канал А. Жидкость от насоса поступает в трубопровод, соединенный с поршневой полостью гидроцилиндра. Штоковая соединяется со сливом. Шток гидроцилиндра выдвигается. При переключении золотника в противоположное положение, канал разгрузки насоса также перекрывается. Жидкость из линии П будет поступать в линию А. Линия Б соединится с линией Т. Жидкость от насоса будет подаваться в трубопровод, соединенный со штоковой полостью цилиндра. А жидкость из поршневой полости будет отправляться на слив бак. Шток гидроцилиндра будет втягиваться. Два оставшихся золотника работают аналогично. При этом при перемещении любого из золотников линия разгрузки насоса будет перекрываться. Это важное преимущество многозолотниковых распределителей. При использовании нескольких распределителей с одним золотником такого режима работы добиться бы не удалось. В представленном моноблочном распределителе также размещен предохранительный клапан. В корпусе размещено седло, которому при помощи пружины прижат запорный элемент клапана. Жидкость из линии высокого давления действует на один торец элемента, усилие пружины на другой. В случае, если сила давления жидкости на запорный элемент превысит усилие пружины, запорный элемент переместится, открыв путь жидкости на слив. При снижении давления запорный элемент вновь прижмется к седлу. Усилие поджатия пружины, а значит и давление настройки клапана, регулируется винтом. Секционный распределитель, в отличие от моноблочного, набирается из головных и промежуточных секций. В промежуточных секциях установлен золотник, который перемещается под действием управляющего воздействия. В показанном примере это ручное управление с помощью рычага. Перемещаясь, золотник соединяет между собой каналы согласно гидравлической схеме распределителя. Выходы каждой секции соединены с гидродвигателем, например, гидроцилиндром. Таким образом, распределитель позволяет управлять положением штока цилиндра. В секциях помимо золотников могут устанавливаться обратные, предохранительные клапаны, регуляторы расхода. Управляться распределитель может не только вручную, но и с помощью электрического или гидравлического управления. При электроуправлении золотники перемещаются с помощью специальных электромагнитов, соленоидов. При гидравлическом управлении на торцы золотника или промежуточные поршни воздействуют давление жидкости. Секционные распределители могут использоваться в качестве второго каскада при управлении с помощью гидравлического джойстика. В этом случае жидкость от джойстика воздействует на торцевые поверхности золотника, заставляя его перемещаться. То есть джойстик управляет секционным распределителем, который в свою очередь управляет гидроцилиндром. Существует множество других схем секционных и моноблочных распределителей. Они позволяют максимально эффективно организовать технологический процесс. Но, несмотря на схему коммутации гидравлических линий, принципы работы распределителя окажутся теми же. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...